Привет-привет! Ну вот и наступили первые жаркие деньки! Отчасти они наверняка такие из-за того, что, например, 20 мая свой день рождения отмечают такие суперзвезды, как Шура и Шер. Ньюсбокс от души поздравляет этих двух звезд с праздником и желаем им любви и чего-нибудь нового, например, совместного дуэта. Это, без сомнения, станет настоящей сенсацией в музыкальном мире. Ну а тех, кто радует своим творчеством уже сейчас, расскажу тебе прямо сейчас. Кто стал четвертым участником в группе Челси? Какие легенды рока заедут в столицу уже на этой неделе? А также рубрика фэшн. Кто считает, что носить мусор на голове – это модно. Об этом и не только узнаешь первым из сегодняшнего выпуска Ньюсбокс на Russian Music Box. Любовь – это чувство, которое объединяет всех наших музыкантов. Они готовы бесконечно петь и снимать о нем клипы, как группа Челси. А кто из ребят считает, что у женщин нет чувств? Расскажем через несколько секунд. В группе Челси произошло пополнение. Правда, всего лишь ради нового клипа «Не делай мне больно». Человек, который великолепно справился со своей ролью. Он полностью справился с заданием творческим, которое было поставлено. И не по годам смышлен и талантлив. Поэтому есть мысли снять его еще в паре видео. Так что Глеб, несмотря на свой юный возраст, уже получил заманчивое предложение. Кто знает, может быть, парни открыли будущую звезду кино. Ребята из группы 2345 также не понаслышке знают, каково это – работать с детьми. В нашем клипе «Тайна» уже снимался практически грудничок. Поэтому мы уже этот процесс прошли прекрасно. Конечно, такого актера очень сложно контролировать и очень сложно от него что-то требовать. Поскольку он ничего не понимает. У Челси актер все же постарше. И роль у него посерьезней. Музыканты затронули непростую тему семейных отношений. Кто прав, а кто виноват? Мужчина или женщина? Можно спорить бесконечно. У меня вообще в последнее время складывается такое ощущение, что женщины спекулируют на таких вещах, как любовь и прочая история, там, чувства. Вот это. Потому что иной раз кажется, что у них нет чувств. Я сейчас страшную вещь искал. Видимо, Арсений Бородин не раз сталкивался с коварными женщинами. А некоторые звездные красотки даже готовы подтвердить то, что девушки бывают довольно жестокими. Ну, да. Если судить по себе, то, наверное, да. Хотя, хотя мы тоже переживаем, мы тоже страдаем. И я скажу, что не меньше, чем мужчина. Не случайно самая популярная тема среди музыкантов – несчастная любовь. Я вообще уже заметил, что главный источник вдохновения для меня – это неразделенная любовь. Я стараюсь всю любовь перекладывать на музыку. Вот в музыку, в тексты, в общение с интересными людьми, которые мне помогают воспроизводить эту музыку. Хотя творческого человека способно вдохновить все, что угодно. Так Валера из Фаста Фэмили даже гриппом спокойно поболеть не может. Болела голова, раскалывалась там. Я думал, когда же я, кажется, выздоровлю. Я включил компьютер, слышал музыку и буквально там за 4 часа написал песню. Она пока еще не выпущена до сих пор, но это очень хорошая песня. Так вот бывает. А вот Дмитрий Колдун вдохновение для новых песен ищет в собственных воспоминаниях. И тут главное не запутаться. Когда мне хочется написать какую-то грустную композицию, или, может быть, наоборот, веселую, я всегда вспоминаю, как у меня все было плохо. И либо что сейчас хорошо, либо что сейчас еще хуже. Непонятно. Зато ребятам из группы Челси все понятно. Не надо делать друг другу больно и ругаться на глазах у детей. Парни поддерживают семейные ценности. Долгожданный московский концерт «Аэросмит». Легенда рока «Аэросмит» выступит в Москве уже 24 мая в спорткомплексе «Олимпийский». Музыканты заставили себя ждать без малого 40 лет. Ведь именно столько времени прошло с момента основания коллектива до первых московских гастролей, которые состоялись в июле 2007 года. И вот группа вновь в столице. 24 мая. Спорткомплекс «Аэросмит» не пропустите. Почему российскому шоу-бизнесу стоит выступить на помойке? И по какому поводу Андрей Бартенев решил провести мастер-класс по изготовлению головных уборов из мусора? Исклюзивно узнаете от Лени Семенова в нашей традиционной рубрике «Фэшн». Умным быть не модно. По мнению Андрея Бартенева, за последние 20 лет уровень образования в России резко снизился. Но художник не намерен мириться с этим пугающим трендом и считает себя обязанным вернуть моду на умных людей. По этой причине Андрей принял участие в фестивале здоровья «Экология мозга» в парке Сокольники. В рамках него он провел мастер-класс по разработке шлемов-активаторов фантазийных способностей мозга. Когда мы творим, мы фантазируем. А фантазия – это как веселящий газ для очень дряблых, уставших мышц мозга. И вот этот вот веселящий газ, он просто разрывает. Такое все прям... И потом да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, уже такое оранжевое. Космические клопы, морские крабы и даже перо Александра Сергеевича Пушкина. Фантазии Андрею Бартеневу явно не занимать. Кстати, как оказалось, такие веселые головные уборы оказывают на мозг и другие части тела особое влияние. Вы одеваете такой головной убор, он не только вас оптимитизирует, да, ваш внешний образ, но вы должны держать спину, голову, вы должны следить за тем, как голова движется. Потому что, например, у меня, видите, вот тут такие две неслучайно висящие тряпочки. Я ими вот так делаю, и они так пам-пам-пам-пам. Кроме того, волшебные шлемы могут заодно решить и проблему мусора в жизни каждого. Ведь основным исходным материалом для головных шедевров послужили ненужные вещи, которые уже давно превратились в домашний хлам. В этой связи Андрей Бартенев подкинул интересную идейку и для российского шоу-бизнеса. Им только вообще самая лучшая площадка для выступлений – это городская мусорная свалка. Пусть туда все идут и поют там. Будет вообще, и вся публика пусть придет. И вообще я считаю, что это будет самый лучший музыкальный перформанс. А уж по части зрелищных перформансов Андрей Бартенев – настоящий профессионал. Но не стоит думать, что это просто поток сознания художника. У всех безумств от Бартенева есть одна большая цель. Все так стремятся рационально использовать свой мозг, что я хочу показать, что нерациональное использование мозга тоже доставляет огромное удовольствие. И даже в большей степени доставляет удовольствие, нежели рационализм. Так что не бойтесь экспериментировать и открывайте дверь шире для своих сумасшедших идей. Андрей Бартенев рекомендует. Это был Андрей Бартенев специально для рубрики «Фэшн». И на сегодня все. В следующем выпуске не пропусти супер кадры с мега шоу «Джасти» на Тимберлайке в Москве. Кстати, некоторые из них ты уже мог увидеть в наших официальных группах ВКонтакте и на Фейсбуке, а также из официального инстаграма телеканала Russian Music Box. Ну, а с тобой был Рома Кеннадо. Адьос! Сразу после новостей смотрите первую серию горячих дневников Music Box Party в Турции в отеле Rixos Sungate, где наши звезды веселились по полной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова